Большое значение в подаче журналистской информации, помимо текста новости, имеет визуальная подача. Я профессиональный фотограф, видеооператор, журналист. Я немножко хочу рассказать тех способов, каких-то методов, при помощи которых вы можете улучшить визуальную подачу, освещение своей деятельности. Потому что у многих есть какие-то районные группы, есть много групп в Фейсбуке, ВКонтакте, у разных движений. И все используют в той или иной степени фото- и видеоматериалы. Просто не всегда, к сожалению, эти материалы могут использовать журналисты. Из-за их неподходящего, неподобающего качества. Мы проводим такие семинары, в том числе, для того, чтобы ваши материалы больше соответствовали тому, что нужно для профессиональных СМИ, для того, чтобы их могли взять на какие-то сайты, не только наши, на какие-то еще ресурсы. Первая, главная ошибка, сейчас чаще всего люди снимают телефон, потому что это доступнее всего. И первая, самая распространенная ошибка, это что люди держат телефон, которым они снимают, держат его вертикально. Иногда это потом, когда закачивают на сайт, иногда это лежит на боку. И это вообще смотреть невозможно. Кроме того, телевизионщики, они очень не любят... Ну, просто кадр, он горизонтальный. Он в кино горизонтальный, он в телевизоре горизонтальный, он в интернете горизонтальный. Из вертикальной фотографии всегда можно вырезать горизонтальную фотографию. А вот, вернее, из горизонтальной фотографии, если вы снимаете фото горизонтально, то вертикально, если она нужна, какой-то фрагмент, ее всегда можно вырезать. А вот если вы снимали, сделали, сняли вертикальный кадр, то вырезать из него горизонтально, не потеряв часть информации, очень сложно. Поэтому, если, вот, призыв такой, если вы снимаете фото или видео, пожалуйста, держите камеру, ну, держите телефон с фотоаппаратом, тут нет, как бы, вопрос, фотоаппарат, он так сделан, что у него кадр горизонтальный. Если мы только не снимаем какой-то дом там высокий, тогда специально мы переворачиваем фотоаппарат, чтобы мы держим его вертикально. Значит, ну, это, наверное, несложно запомнить, что вот желательно держать, ну, то есть это необходимо держать, потому что, когда в Фейсбуке мы смотрим узкий какой-то вырезанный вот фрагмент, то есть его разместить, его очень сложно верстать куда-либо, верстать, его очень, ну, телевизионщик его просто, скорее всего, не возьмут, потому что, ну, это, если это не уникальная какая-то съемка, хотя это люди размещают в Инстаграм, вот, кроме того, особенно сейчас зимой, вот, мы держим на морозе, руки в перчатках, нажать сложно, поэтому вот обзаведите какими-то простыми устройствами, которые позволяют, ну, использовать то, что называют там целых и палками, но они дают еще возможность, кроме того, что вот можно вставить телефон любого практически размера в такой держатель, потом этот держатель можно либо к какому-то легенькому очень штативу, совсем такому дешевенькому, который там 100 рублей стоит, его можно там поставить, вот, в какой-то конференции, не держать в руках, потому что, когда вы держите в руках, у вас телефон в любом случае дрожит, то его можно просто поставить, включить, и он будет снимать, его можно поставить, вот, как Алексей Денисов сделал, поставил свой телефон в таком держателе, вот, на, да, на такой вот монопод, который, который стоит на ножках, и вот тогда можно снимать, ну, кроме того, вот, я принес показать, вот, бывают большие профессиональные моноподы, они раздвигаются очень высоко, вот, закрепив, там, телефон, или камеру, можно, просто... скрутился... можно, закрепив камеру, вот, наверху, ее поднять, поставить задержку спуска, и, например, снимать в большой толпе, или снимать, или показать на митинге, сколько на нем, сколько на митинге пришло народу. Ну, вот, например, митинг против закона о реновации, который проходил на улице Валилова, и там я использовал как раз этот прием, что подняв высоко, можно показать, как много людей пришло. Или, просто еще пример верхней точки, просто подняв там фотоаппарат над головой, ну, просто показать, где это происходит, особенно, если это какие-то таблички, вот это сдают люди подписи администрации президента, то есть, когда снимать, если вот с той стороны, то это не так интересно смотрелось. То есть, ну, просто, когда вы снимаете что-то, то не стесняйтесь экспериментировать и как-то менять точки съемки, то есть, это иногда очень эффектно получается, когда вы снимаете снизу. Иногда, иногда это вот с уровня глаз, иногда, вот как в таких случаях, сверху. И вот у меня несколько раз было, когда вот этот монопод выручал, например, когда на площади Сахарова, когда был митинг против инноваций, там Навального, окружила толпа и просто нельзя было совершенно пробиться. И единственным вариантом было, ну, то есть, там просто окружила толпа, плотный журналист, единственным вариантом было включить камеру и вот, просто вот так ее держать над головой, был слышный звук. Ну, кроме того, вот, чем еще помогает иногда, если стройка огорожена забором, а иногда забор сейчас ставят, там, трехметровые. Вот, например, на Варварке, когда начали сносить, там, особняк 19-го века, они трехметровый забор поставили, там, камера натыкана, и вот, единственное, удавалось только вот снять, увидеть, что же там происходит, то есть, подтвердить, что они действительно начали там ломать, там видно, что экскаватор стоит, а что там они сломали, а что не сломали, в общем-то, разглядеть было невозможно в этом страшном заборе. Ну, вот, удавалось так поднимать, вместе с Архнадзором мы ходили и снимали, что там происходит. Да, ну, вот еще один прием, который можно использовать, вот, вот, если вы все-таки используете не телефон, а, ну, фотоаппарат. Да, сейчас тогда вот закончите, вот, с этими устройствами небольшими. Если у вас есть какая-то вот, то, что называется, элфи-палка, то вот уже с ее помощью даже гораздо удобнее держать парад, держать телефон. Я просто с телефоном очень редко снимаю. Ну, если только вот нужно сразу выложить информацию с места Facebook. То, когда вы вот держите телефон при помощи вот какой-то селфи-палки, то это гораздо более устойчиво и надежно, чем если вы держите его в руках, то есть меньше рука дрожит, и тем более в зимой, когда вы в перчатках. Тем более, что если у вас соединение есть либо проводом, либо по Bluetooth, и не приходится снимать перчатку, чтобы нажать, значит, на холоде нужно нажимать голой рукой, не приходится снимать перчатку, то, что вы можете просто нажать на кнопку, и тогда затвор сработает, и вы сделаете снимок. Да, мы просто ждем еще, я, наверное, приглашал сюда Юру Иванову из московского активиста, я надеюсь, что он подъедет, сказать именно о стриминге. Потому что мы вот стримингами не занимаемся прямыми эфирами, но вот это такая вещь, которая очень популярна, но там есть просто своя специфика, это требует все-таки хорошего из сети, прежде всего, ну и хорошо подвешенного языка. В общем, это не все умеют, на самом деле, вести. Вот московский активист идет очень хорошо в стриминге, Рупор Москвы, вот мы видели, идет в стриминге, и Сотовижн. Ну, их, на самом деле, довольно, ну, намного больше, но вот та тематика, которой все, большинство из вас занимается, это вот сфера, ну, в наибольшей степени, наверное, охвачена московским активистам. Ну, они вот стараются поспеть много куда-то. Вот, если же вы используете... Если хотите... Если же вы используете фотоаппарат, то у фотоаппаратов есть, ну, возможности намного больше, чем у телефона. Прежде всего, можно манипулировать то, что фотографы называют глубиной резкости. Глубина резкости – это вот то пространство, которое будет резко, а остальное будет размыто. Вот, можно фотоаппарат настраивать на резкость вручную так, что какие-то препятствия становятся прозрачными. Ну, вот я в качестве примеров приведу стройку на живописный. Вот забор, сетка. Подойти ближе – там затруднительно. Но хочется посмотреть, что же там происходит, что же эти люди там делают, и показать, что там ведутся какие-то работы. То есть, там просто траншеи перед этим забором. Ну, и тоже внимания не хотелось к себе лишнего привлекать. Если мы вручную фокусируем объектив на этих людей, то вот эта сетка, она уже не видна совсем. Видно, что там ведут сварочные работы, например, или какие-то еще. То есть, сетка, она в виде рябе какой-то присутствует, вот где-то на фоне зимени ее еще видно. А на самом деле я вот с той же самой точки практически снимаю, просто вот фокусировка идет вручная. То есть, автофокус так не сработает, он обязательно резкостно ведет по сетке. Это только вручную можно сделать. Или вот этот кадр, он тоже сделан, то есть, это начало работ. Это тоже сделалось через сетку, потому что объектив, он крупнее, чем сама сетка, но ее здесь практически не видно. Ну, кстати, телефоном снимать тут было бы проще, потому что у телефона очень маленький объектив. Он просто, его можно, ну, если есть возможность вплотную подойти, можно просто его между этой рабицей, ну, в середину этой клетки поместить. Тогда будет видно. Вот еще такая специфика, как ночная съемка, очень часто приходится снимать в темноте, потому что какие-то события наши строители любят проводить. Внезапно начинают там в два часа ночи работы, особенно если какие-то нелегальные, завозить стройматериалы. Вот так было на профсоюзной 128, когда там год назад, значит, в два часа ночи приехали, начали завозить стройматериалы на стройку незаконную. И жители выбежали, и там завязалась драка. И в следующий раз там вообще бандитов привезли из какого-то бойцовского клуба нанятых. И, ну, освещение тусклое, поэтому если есть на... если кто снимает телефоном, надо включать, конечно, подсветку. На многих телефонах сейчас есть такая, ну, при недостатке освещенности она даже автоматически включается. Можно просто использовать даже какие-то ручные фонари с собой брать, если нет какого-то профессионального дополнительного света. Ну, а профессиональные аппараты, они позволяют, в общем, снимать при довольно низком уровне освещенности, при свете и улических фонарей. Особенно если снимать в режиме, ну, то, что называют там режим RAW, то есть необработанные файлы, которые потом на компьютере можно дополнительно обработать так, что будет, ну, значительно улучшиться. Ну, это вот ночью снято на Немцовом мосту, при том освещении, которое там было. Ну, вот Виктор, который там дежурит, наверное, лучше знает, как там бывает хуже или лучше со светом. Вот, и я знаю, что у вас еще экшн-камеры одно время были. Ну, у меня есть, я с собой, например, не знаю. Вот, мне просто Гриша Симаков говорил, что какую-то там потеряли. Не всегда, когда возникает конфликтная ситуация, не всегда успевает включать или забывает включать. Ну, я потом немножко расскажу. Да, тогда мне бы хотелось, чтобы мы еще, вот, люди поделились своим опытом. Вот, это вот на Кравченко-16, неделю назад, когда там вдруг под охраной полиции строители со стройки начали устанавливать дорожные знаки. Причем он занимался этим не ГИБДД, а просто строители со стройки охранял их, ну, руководил работами управа, охранял их полиция. Приехало там целое подразделение на автобусе. Вот они в кружок стояли вокруг столба и, значит, охраняли, чтобы не мешали ставить этот столб с дорожными знаками. Вот как раз на живописный, вот, снимок необработанный. Вот этот же снимок уже после обработки. То есть, просто вот обработка дает возможность увидеть детали, которые не, ну, которые не видны на необработанном снимке. То есть, всегда есть у файла запас, который можно вытянуть, в общем, при помощи, там, фотошопа или каких-то других специализированных программ. Вот просто еще раз я покажу, как это было, то есть, кроме, вот, там, в свете чьего-то фонарика или телефона, только слово полиция сверкает. И так, в общем, видно, где люди стоят. А время сколько занимает? Ну, у меня это занимает, там, минуту-две, например. Ну, то есть, это от опыта зависит. И вот еще пара таких же кадров. Вот это вот слева муниципальный депутат, в то время муниципальный депутат Покаместова. Это вот обострение, одно из обострений на живописных год назад. Да, вот это вот осенью я снимал, когда была годовщина событий, они решили отметить таким траурным шествием. Вот это я светил себе фонарем просто. Ну, светодиодный фонарь обычный. И он, ну, в данном случае там сплошная была темнота, иначе просто даже навести на резкость нельзя было. А вот это в свете фонарей от стройки. Здесь уже никакой дополнительной подсветки нет. Вот люди принесли цветы возложить как бы к воротам стройки символические траурные букеты. И повязывали траурные ленточки. Ну, вот это... Это снизу, да? Это снизу, но это руки Ярослава Никитенко. Он повязывал траурную ленточку. Не, он просто тянулся наверх. Это ворота, это верхний... Ну, то есть он даже на какой-то бетонный столб вставал, чтобы дотянуться. Потому что ворота высокие, а я фотоаппарат держал тоже на вытянутых руках. Но вот здесь свет только от фонарей и стройки. То есть это где-то 12 часов, ну, в 11 вечера, наверное. Ну, то есть это совсем темно. И, кстати, довольно... Здесь вот не было никакой подсветки, но зарево московское, оно дает такой вот необычный фон. То есть это свет от стройки, и как бы светлый фон, он... Ну, немножко я его потом вытягивал, но он именно от того, что московское заливо. с другого берега Москва, где Серебряный Бор. Так, какие-то еще... Вот еще примеры съемок со слушаний. Значит, если вы участвуете в каких-то слушаниях, это может быть круглый стол. Вот это общественная палата России, там как раз про живописные были слушания. Если... Ну, это может быть... Может проходить в управе, это может быть... Какой-то... Ну, в каком-то большом зале. то надо стараться, чтобы были разноплановые съемки. Вот это называется общий план, чтобы можно было показать, где это происходит. Ну, кроме общего плана, интересно еще и то, что называют кино средним планом. Вот это Федоров, который в то время был за общественной палатой, потом его исключили за общественную палату Москвы, он инициировал эти круглые столбы живописные. Вот это уже можно назвать крупным планом. Это вот актер, забыл его фамилию, который вел когда-то «Спокойной ночи малыши». Он живет там на живописной и активно выступает против строительства этого дома. Дядя Юра, по-моему, они его называют. Я просто уже... А? Ошик. Я не помню его фамилию. Ну... Я просто давно «Спокойной ночи малыши» не смотрел. Ну, и он уже, наверное, не ведет. Он вел когда-то их... Но он заслуженный оркестр России, и он активно выступал, и даже делал доклад в общественной палате. А это слушание в Лефортово. Там маленький зал, в котором никого, кроме депутатов, вообще не пустили. И вот весь народ толпился. Да, и там управа поставило таких мордоворотов там стоят, мест, которые никого не впускали. Хотя там, говорят, даже были места. Ну, в общем, они никого не пустили. Говорили, что мест нет. И народ, несколько десятков человек, толпился просто в коридоре. Ну, в таких случаях тоже можно снять что-то, только подняв там руки над головой. Митинги, которые часто... А, ну, вот как раз... Как пример того, что... После митинга на Лефортовской площади Яшин идет к своему дому, его сопровождало там несколько сот человек. Значит, его сразу там задержали. Ну, тоже вот через толпу с трудом удалось пробиться. Вот, можно просто видеть, что очень многие снимают действительно на телефон. И вот кто-то держит на руках телефон, кто-то держит на помощи каких-то, держал устройство. Очень часто к телефону приделывают профессиональный микрофон, который позволяет звук описать намного более качественно. типа того, что вот у меня на камере с камерой. Ну, или большие пушки, как вот это вот. И даже вот... Я вот несколько дней назад с удивлением увидел, что один известный кинорежиссер снял полуметражный художественный фильм и полностью снят на iPhone. Я не помню название фильма, но по-моему, Сотенберг, режиссер. Ну, это просто говорит о том, что сейчас, в принципе, всем доступно всё. То есть, раньше кино могла снимать тут киностудия, а сейчас в любой своей квартире можно сделать киностудию. И, в общем, приобретя за небольшие деньги какое-то полудное оборудование, можно просто писать сценарий и снимать фильмы. Сейчас, например, движение Стоп-выброс, они сейчас сами делают ролики про себя. Ну, где-то они там снимают профессиональных монтажёров, но, в общем, много они снимают сами. Ну, ещё и поэтому важно снимать горизонтально, чтобы, если вы будете монтировать из разных исходных материалов, чтобы у вас всё было в одном формате. Сейчас принятый формат этого. В основном так все телефоны снимают, Full HD, это 1920 точек на 1080. А потом уже можно лучше снимать в максимальном формате, а потом можно будет лжать уже для размещения в социальных сетях у кого-то. Интернет слабый, тут можно сделать уже просто 720 на... ну, там, 1080 на 720 точек, ещё меньше. Ну, здесь тоже. Ну, во время митингов просто часто приходится видеть мне в соцсетях фотографии, которые люди снимают на своих митингах. И часто это просто общие планы, из которых, в общем, не всегда удаётся выбрать какой-то ну, важный сюжет. Поэтому нужно не ограничиваться только общими планами, а брать крупные. Ну, крупные. Ну, вот это... Ну, это скорее средний план. Это был митинг в Директор-Метропарк Культуру против вырубок московских парков. Парк Дубки. Вот это вот уже крупный план. Иногда люди прячутся сами за плакатами, иногда там опускают глаза. Нужно всё-таки, чтобы эмоции человека... Если человек пришёл на митинг со своим плакатом, то, в общем, он не должен скрываться за этим плакатом, он должен показывать свои эмоции, почему он здесь. Ну, тогда не надо на публичные мероприятия ходить. Ну, в общем, право имеет, но всегда можно тогда спросить. Не согласитесь ли вы? Да, ну вот, кстати, очень сложно снимать вот такие длиннющие плакаты. То есть люди думают, что это... Чем длиннее плакат они принесут, тем круче. Но вот их, на самом деле, когда на каком-то шествии его несут, когда поперёд на проезжей части, это смотрится, на самом деле. Вот, когда его приносят просто на площадку, где проходит митинг, то, в общем, снимать его довольно сложно, потому что, ну, не каждый объектив может заколотить полностью текст. Ну, это вот тоже приём, о котором я говорил, когда я принимал парад на ходе наверх. Особенно, если объектив типа «миноградий глаз» называется, который так сворачивает немножко пространство, он делает более эффектно и снимается. Ну, вот пример, когда человек позитивно очень смотрит, и сам взгляд, в общем, на многом говорит. Да, и вот в кино вот этот приём называется «Обратная точка», когда вы снимаете, когда вот два человека беседуют между собой, и снимают ту сторону одного, ту сторону другого. И вот здесь использование этого приёма на митинге, например, позволяет показать и какие-то плакаты, и сколько людей пришло. То есть, ну, тут могла бы быть, например, очень большая площадь. Ну, и просто показать выступающего не только со стороны, ну, с лица, но и... То есть, здесь акцент делается не на выступающем самом, а на тех, кто его слушает. Но его присутствие в кадре, оно тоже важно. Я здесь намеренно как бы его размыл, ну, то есть, сфокусировал в незонной резкости, чтобы, ну, акцентировав внимание именно на плакатах и на людях, которые пришли на митинг. Владимир, а скажите, как вы сказали этот приём называется? Обратная точка? А, обратная точка. Ну, кино обычно, которое часто используют, когда два человека сидят друг на друга, снимают с одного затылка, то с другого, при том, что лицо... При этом нельзя пересекать вот линию, соединяющую их. Ну, это вот в дубках, когда ещё дом не достроен, в парк, который теряется в районе. Но вот этот дом, к сожалению, не было построения, но удалось им жить. Вот когда люди приносят очень много флакатов, на самом деле ещё помогают снимать. Да, и там они ещё запустили связку шаров, отправили в небо с обеими вкусными. Вот такой элемент креатива. А это, по-моему, префект их. Я не помню его по-менее. Префект выходим из них, из Юрийского района. Они эту связку шаров запустили. То есть это вот такие приёмы, они, стороны жителей, организаторов митингов, они очень оживляют картинку. Ну, а это митинг большой был на профсоюзные 128, где по двинам гостиницы построили живой дом, точно застроен. Да, вот, когда люди выступают, очень часто мешает микрофон. Поэтому, когда лицо перед микрофоном, лучше вот как-то зайти с какой-то стороны, чтобы микрофон был сбоку, и получить момент, когда человек там с ноги на ногу переминается, и когда микрофон не находится у него перед лицом, непосредственно. Каоск с ипорушением. Да? Качественные примеры. Ну, это просто какие-то... Я набрал примеры. Это вот такая была акция живописной поэта «Обнимая деревья». Они читали стихи свои. Да, иногда, чтобы показать, что много людей пришло, можно использовать широковольные стихи, а можно отойти подальше. И тогда использование, наоборот, телеобъектива, оно как-то немножко сужает пространство и позволяет показать, что там много голов. Особенно, когда какой-то марш идет, в котором тысячи людей участвуют по бульварам, например. Там, вот, издалека с ними снимают, когда телевиком видно, что здесь просто такой море голов. Ну, вот, просто эмоции людей, которые приходят на это предприятие, они тоже очень важны. Важны, то есть, не обязательно с таким серьезным видом, с плакатом стоять. Просто, когда люди улыбаются и... Акция называлась «Поэты обнимают деревья». То есть, они сначала читали стихи, а потом обнимают деревья, которые... Ну, эти конкретные деревья стоят, и многие деревья там оказались вырублены. Ну, это вот как раз через забор при помощи монопорта снималось. Ну, вот здесь... Вот это через забор снималось. Ну, да, и... Вот еще бывает, что... Бывает, что вы хотите записать интервью с экспертом, то нужно... Ну, это бывает очень важно, особенно когда проблема какая-то новая, и вы находите человека, который может очень хорошо рассказать об этой проблеме и с ее помощью как-то активизировать людей в своем районе. Очень важно хорошо записать звук. Если вы с кем-то договаритесь, если нет возможности найти профессионального человека, то хотя бы качественно записать звук, либо просить у кого-то внешний микрофон. Потому что вот, например, в СтопВыбор записали очень важное интервью на 6 минут, но они делают это в Германии в автобусе у Алексея Киселева, координатора токсических компаний, где мусоросжигательных зародов. Там слышно не очень хорошо. Конечно, потому что это автобус, который движется, там шум мотора, снято на телефон. Но если бы они подключили внешний микрофон, например, вот такие бывают отличные, они не очень дорого стоят, которые вешаются, петля вот сюда. И уже шум автобусного двигателя не сказывался так. Поэтому вот, ну либо какие-то микрофоны, которые, ну вот типа того, что у меня на камере стоит, тоже не очень дорогой микрофон. Да, а модель скажите? Это роды видеомикро. А петличка – это аудиотехника. Вообще где-то тысяча-полторы всего стоят. Сейчас довольно много неплохих китайских клонов, которые, в общем, вполне позволяют, по крайней мере, петлички, там, позволяют хороший звук писать. Они бывают, ну здесь пять метров, но и специально длинный браво. Но иногда для телефона достаточно полтора-два метра, чтобы было. То есть подключение вот внешнего микрофона в телефон, оно уже дает совершенно другое качество звука. И можно даже писать на какой-то внешний диктофон, потом просто синхронизировать при монтаже уже отдельно, то есть в видео. То есть то, что телефон будет или камера будет записывать звук, там звук будет, и тот звук, который запишут на внешний какой-то носитель, это может быть какой-то диктофон там, профессиональный там, ну не совсем профессиональный. Но дальше вы можете подложить просто звук с внешнего рекордера, и это даст вам большой выигрыш качественно. То есть когда интервью записано с хорошим звуком, оно сразу, ну это большой плюс, когда людям не приходится слушаться, что же там человек, что же эксперт такое рассказывает. Ну может быть какие-то вопросы будут? А если это не интервью, а, скажем, запись в состоянии врага? Мы, например, на Совете депутатов, да? Конечно, они не имеют права запрещать, при этом они стараются все это запретить. Вот там как? Что лучше использовать? Опять же, интернативный диктофон и... Вам важно звук записать или вам важно, чтобы видео было? Ну конечно, самое главное. Ну плюс к видео. Если у вас есть возможность приблизиться к ним, вы петличку можете закрепить на себе, замаскировать ее, соединить ее, скажем, к диктофону включенному. Диктофон может лежать у вас в кармане, в сумочке, в рюкзаке за спиной. А петличка насколько работает? Нет, петличка это провод. Я понимаю, насколько она работает на расстоянии? Ну, метр. В общем, она рассчитана на то, чтобы закреплять ее вот здесь. Ну, за метр ее хорошо слышно. А если она под слоем одежды плохо подписана? Ну, если она будет под одеждой. Чтобы она именно влизала. Ее на идее можно другие держать, правда? Ну, в принципе, да. Ее можно, например, еще в пиджаке под одеждой, там, в руках пиджака, допустим, закрепить ее на браслете, на руке. Вот, чтобы, допустим, ее не особо не видно будет. Руку можно протянуть. В конце концов, ее можно закрепить там на селфи-палку и как-то протягивать. Ну, если это не оказывает... Вот я знаю, что Саша Андреева вовсе выходит в диктофон. Она в диктофон всегда держит наготове. Потому что это важно на соединенных депутатов что-то записывать. Ну, насколько я знаю, на соединенных депутатов в аудио записи не запрещены. И во многих районах они просто ведут прямые трансляции. Вот в академическом у нас позавчера соединенных депутатов заседал. И они просто ведут сами прямую трансляцию. Но это от демократичности районов зависит. Да, это точно. Ну, то есть вот где-то прямая трансляция, это норма. Чтобы люди знали, что обсуждать депутаты. Как бы больше вы на это поверить не можем? Я сейчас и своих как-то задавалась. Потому что я скажу спокойно видно фотографировать на фотоаппараты, на телефон. А мне хотелось бы как-то более расслабленно видеозаписи делать. Потому что с этим у меня не очень хорошо. Я спрашиваю про петлички. Ну, что значит более расслабленно? Я имею ввиду, что понятно, что можно сделать, можно снимать двумя камер стационарными и так далее. А я говорю про наши, ну, не шпионские, конечно, вещи, а просто вот когда есть нормальная камера в телефоне, предположим, у петличка и... Вы можете вот закрепить, держать ее вот так. И внешний микрофон прикрепить. То есть есть просто микрофоны для смартфонов. Ну, бывает, что это поднимают, вырывают. Вот это вот этот держатель, да? Ну, это просто речь, это называется «селфи-палка». Ну, в общем-то, по-разному это называют. Ну, он тоже позволяет нам подвигать довольно далеко. А, здорово. А где они продаются, они в телефоне? Они много где продаются, везде. Ну, вот у московского активиста у них еще более мощные там... Света, ну, какая-то кнопка есть на самом... Здесь, например. Здесь внутри аккумулятора, и нажимаешь кнопку, он запускает. Либо может быть здесь механическая кнопка, и запускается подключение. То есть это подключается в разъем аудио. Тогда разъем занят. Я имею в виду, что тогда, если вы занимаетесь этим, то внешний микрофон вы ему не подключите. Можно... А через микро-USB нет, который подключается, чтобы порт свободен? Вообще в некоторых телефонах аудио-выхода сейчас нет, а если не будет USB-выход, и там через перефирники подключают микрофон. Ну, это, мне кажется... А, то есть селфи-палку к этому выходят? Да. Ну, это нужно так, когда специальный переходник... На самом деле вопрос обработки еще более сложен. Как сделать из каждого видео, которое... Выбрать главную суть, людям передать вот эти вот две-три минуты, чтобы все было понятно. Потому что зачастую активисты действительно накладывают свои часовые... Часы, да. Ну, часовые, соответственно, съемки. Никто не знает, в какой момент нужно открыть, чтобы это увидеть. Мало кто там секунды обозначает, допустим, чье-то раскупление, где акцентировать. Не, ну, что он в магазин занимается? Ну, сейчас практически, посмотрите, какие-то совсем простые-постые программы деминтажа. Ну, вот... Ну, я... Ну, может быть, простую видеозапись телефона выбралось порезать, да. Потому что вот цикл... Ну, в телефоне, к сожалению... Я сам не беру с телефона ничего редактировать, и с телефона нет. Я имею в виду, что это делать надо на компьютере. Вот программа бесплатная, которую многие... Вот я смотрел сегодня специально... Есть бесплатный видеоредактор с большими возможностями, называется ShotCut. ShotCut. Ну, ShotCut. Ну, ShotCut. Ну, ShotCut. Он бесплатный. Он... Ну, то есть, нужно набрать, скачать его. S-H-O-T... Нет. S-H... ШутCut. ШутCut. Да. Я могу посоветовать из недорогих платных... Вот, Movavi я сейчас пользуюсь. То есть, это лучше, чем Nero. Весит меньше. Наша разработка в Новосибирске и делает. Какой называется? Мавовок. В… На самом деле, студиями. Зienia skip spec variacaur. На самом деле, студиями. На самом деле. На самом деле, на самом деле, студиями еще есть. Я её по чёрной пятнице брал, она в районе 1700 рублей где-то обошлась, там полный комплект этой программы, она конвертирует в MPEG-4, резать можно, звук вставлять, там какие-то дополнительные есть у неё функции, вставлять всякие в треки, ну, звуки, переходы очень красивые у неё есть. Годится. Там всё на русском, да, она такая удобная, в отличие от импортных, ну, наши делают в Новосибирске. В интернете, берите Movavi, там у них какой-то сайт есть официальный, наши делают. Демо есть? Демо, по-моему, да. Вот, поэтому тот подход, который вы использовали, я использую, это снимать для последующего монтажа. То есть, исключение это, если что-то такое происходит экстренное, надо тут же это положить в Facebook, в этом достаточно снять 10-15 секунд на телефон и пытаться скачать это, если сеть позволяет. А так, в общем-то, мы стараемся снимать так, чтобы под последующий монтаж, и тогда можно полторы-две минуты сделать сюжет не обязательно длинный. Вот, я длиннее трёх минут обычно не делаю. С полторы минуты можно рассказать всё, даже не описывая о том, что происходит. Вот, покажу вот такой пример. Предъявлением Конституционного суда номер 134О от 5 ноября 1998 года два срока президентских полномочий подряд составляют Конституционный предел, превышение которого Конституция не допускает. Причём, сроки подряд — это сроки времени. То есть, Путин не может занимать должность после 2008 года. Вот, это однозначное такое толкование статьи. В 2012 году у Путина был первый срок полномочий, а сейчас у него будет второй срок полномочий. Потому что был перерыв — это самотолкование, преступное самотолкование. Такого толкования нет ни в одной статье Конституции, ни в постановлении Верховного суда нет такого. И правила русского языка противоречат этому. Потому что там общее отрицание не стоит перед всказуемым. Это означает общее отрицание. А в общем отрицании слово «боле» означает «после», «впоследствии». После двух сроков подряд, после 8 лет не может занимать. После 2008 года Путин не может занимать должность. Невозможно терпеть, что происходит в стране. Потому что эти люди уже потеряли всякий стыд и страх, и все, что только можно. Те вещи, которые они делают, та коррупция, те войны, которые они развязывают, то отношение к людям, посадки невинных людей, уничтожение какого-либо права, какой-либо свободы, какой-либо справедливости в нашей стране — это невозможно терпеть. Невозможно на это все смотреть и терпеть.